Чрезвычайный полномочный посол Италии в Республике Беларусь Стефано Бьянки на Брещене впервые, а потому за время визита дипломат хотел успеть посетить как можно больше объектов, узнать, чем живет Брещен, а получить максимум полезной информации, которую затем планирует передать представителям бизнеса своей страны. По словам посла, заинтересованность итальянской стороны в сотрудничестве с Беларусью в целом и Брестской областью в частности постоянно растет. Тем более, что за примерами успешной работы далеко ходить не нужно. На Брещене в настоящее время уже 87 предприятий функционируют с итальянским капиталом. И это, уверен Стефано Бьянки, еще не предел. Мы сегодня говорили с губернатором региона Анатолием Лисом об условиях привлечения итальянских инвесторов в Брестскую область. Это актуально, так как торгово-экономическое развитие между Беларусью и Италией продолжает сохранять положительные тенденции, а итальянская система промышленного развития очень сильно направлена на интернациализацию. В ходе рабочей встречи поднимался вопрос о развитии итальянского промышленного округа на территории Брестской области. Еще в 2011 году в ходе встречи министров иностранных дел Беларуси и Италии был подписан меморандум о создании данной административной единицы. В этой связи белорусская сторона выполнила все свои обязательства. О значимости данного проекта говорит то, что на встрече главы нашего государства Александра Ивановича Лукашенко с президентом Сонда международного сотрудничества Романом Роди 17 декабря 2014 года было отмечено нашим президентом, что в свое время по предложению руководства Италии было достигнуто договоренность о создании в Брестской области промышленного итальянского округа. Беларусь выполнила все свои обязательства в этом вопросе. Ну и сейчас мы ждем ответа от наших партнеров с итальянской стороны. Беларусь и Италию объединяют схожесть взглядов на сохранение и развитие культурной сферы, внимательное и уважительное отношение к историческому прошлому. А потому программа «Визиты дипломатов» включала в себя посещение объектов не только экономической направленности. Детская хореографическая школа, а также выставочный зал на Советской органично вписались в маршрут рабочей поездки. На площадке последнего была торжественно открыта выставка фотографий «Землестояние. Эмилия-2012. Культурное наследие после землетрясения», представляющая собой серию фотографий, а также видеорассказов, которые открывают панорамный вид на культурное наследие региона после серьезного природного катаклизма и процесс его восстановления. Мне очень приятно открывать сегодня именно здесь эту выставку. Брест – город с богатой историей, развитой культурной жизнью. Здесь большое внимание уделяется защите и сохранению своих историко-культурных памятников. Мне это очень приятно. Данный факт сильно сближает наши народы. Культурные контакты также имеют место быть и имеют важное значение в отношениях между нашими странами и нашими народами. Безусловно, их развитие способствует сближению наших народов и взаимному доверию. Творческие мероприятия помогают лучше узнать и понять друг друга. Ведь искусство – это такой универсальный язык, который не требует перевода и способен очень наглядно рассказать о том, как живут люди, такие ценности они ставят во главу главы.